Девушки отдыхают Мы сделаем веганский Веллингтон Он не только вегетарианский, но в нем еще нету молока и яиц То есть никаких животных продуктов Помимо этого у нас будет запеченная цветная капуста Тольятели из тыквы и веганские печенья с шоколадом Значит, нам надо будет сделать, во-первых, запеченную морковь Пожалуй, это будет делать... Аня! Пусть это будет Аня Значит, тебе понадобится вот такая вот сковорода На ее месте могла бы быть утятница или еще что-нибудь, что можно отправлять в духовку Это важно Возьмите мытую морковь, выложите на сковороду, залейте водой, доведите до кипения Убавьте нагрев и выпаривайте воду 15-20 минут Андрей, ты у нас будешь ответственным варщиком кэшью Твоя задача взять кэшью, взять такой вот замечательный сотейник Берешь меня в воды и теперь запоминай, очень ответственный Сотейник, засыпаешь кэшью, заливаешь воду, солишь и варишь 30 минут Засыпаю в сотейник, заливаю водой, солю и 30 минут Да, отлично, ты справишься? Ну, да Посмотри, я буду проверять Оль, тебе большая задача Смотри, у нас есть вот такие грибы Это шампиньоны Давай, смотри Примерно половину шампиньонов И есть вот такие вот свежие шайтаки Примерно половину шайтаки Для вегетарианского Веллингтона необходимо сделать два вида начинок Первая – грибная паста, которую еще называют дюкселем Нарежьте шампиньоны, пробейте их в блендере, обжарьте на сковороде с растительным маслом Добавьте соль, перец, лук-шалот, чеснок, все протушите, помешивая А вот грибы шайтаки подойдут во вторую начинку – орехово-фасолевую пасту Сережа, ты можешь шайтаки нарезать соломкой и на большом количестве масла на сковороде выжаривать Так, подожди, а как мне соломкой нарезать гриб? Давай, я подойду к этому Смотри, все просто Кладем на плоскую сторону Ну так быстро у меня не получится, конечно Никто и не рассчитывает Я рассчитываю Заранее подготовьте много зелени Ее можно будет использовать для большинства блюд праздничного ужина Раз уж мы готовим веганский велиф, знает ли кто-нибудь из вас, что такое обычный мясоедческий велиф? Есть у кого-нибудь или нет? Мне кажется, что это что-то вроде рулета Что-то вроде рулета, так, отлично Не просто так у нас есть тесто, в котором мы будем это заворачивать А, точно Так, Андрей Ну, я думаю, что это то, что делаем мы только с мясом Это очень точно На самом деле, обычно Веллингтон в словаре так и пишет Это то, что делают ребята только с мясом Типа котлет по Киевски Классический биф Веллингтон Это что-то вроде шепард пая Это я запернял Мы сразу все поняли Буквально вчера Мясо запекается внутри плотной корки из теста Причем в случае с биф Веллингтон запекается не только мясо А мясо еще обмазывается обычно вот этой вот грибной выжаркой Которая иногда называется дюксель Туда еще иногда кладут фуа-гра И все это запекается до прямо хруста И в итоге получается куча хрустящего слоеного теста Нежное мясо И разные сложные ароматы от грибов и всякой зелени Обратите внимание Вегетарианский Веллингтон состоит из большого количества ингредиентов Не запутайтесь Подготовьте вторую начинку орехово-фасольную пасту Для пасты уже отвариваем кешью Также выложите консервированную фасоль на противень с фольгой Сбрызните оливковым маслом Посолите и поставьте в духовку на 20-25 минут Отдельно на сковороде с растительным маслом Поджарьте нарезанный лук-порей и сельдерей Продолжаем готовить второй вид начинки Грибной дюксель В обжаренные шампиньоны влейте бурбон, кленовый сироп Затем добавьте сухари панко Зелень и все перемешайте И самое главное в приготовлении Веллингтона Это помощь друзей Мы сейчас будем собирать разные элементы этого блюда Как там? Готово Готово? Отлично Это тогда отдаешь Андрею Андрей, я отдаю тебе Спасибо Морковку выключаем В раковину сливаем всю лишнюю влагу Окей И после этого можешь сразу подготовить немножко оливкового масла Немного вот тимьянчика Оборвать прямо на этой же сковороде И отправим это все в духовку на несколько минут Супер Я импульсами пробиваю фасоль Для того, чтобы у меня получилась крупная крошка А не однородная пюре Теперь, Андрей, будешь моим санчо-панцу Ага Передавай мне сначала кэшью Класс Спасибо Андрей, поделись со мной Я опять ложкой горячей размоченной кэшью Выкладываю в ту же самую чашку блендера Так И точно так же импульсами пробиваю до крупной крошки Борис И, пожалуй, хватит Теперь следующий шаг Серега Время для твоих грибов Настал их звездный час Да Передавай мне Давай, аккуратно И Их отправляю в ту же самую чашку блендера Теперь у меня там будут грибы Немного масла Опять закрываю блендер И опять импульсами пробиваю крупную крошку Хорошенько все перемешиваю Так Отлично Теперь зелень Сначала сельдерей и порей Которые мы пожарились И точно так же Аккуратно Закидываю в эту чашку Теперь у нас есть еще и ароматная зелень В этом замесе Илья, я добавляю туда масла, да, немного? Добавляешь туда немного масла Добавляешь туда немножечко тимьяна И Да, еще чуть-чуть нужно Все, хватит И теперь, не жалея рук своих Все это равномерно перемешиваешь Пробитую смесь фасоли, грибов, сельдерея и кэшью Скидываю в отдельную миску Еще оставляю здесь чуть-чуть, потому что мне нужно будет пробить Вот эти замечательные семечки подсолнуха Они добавят и вкуса, и текстуры, и немного естественных масел А можно добавлять какие-нибудь другие семечки? Можно добавлять все любимые семечки Можно семечки амаранта Можно тыквенные семечки Какие есть под боком и какие не жалко Вываливаю все в эту же миску И теперь, Андрей, готовься Сейчас будет важный момент Вся ответственность на тебе практически Готов? Да Давай зелень Так, класс! Командная работа Закидываю остатки зелени В этот замес И все равномерно перемешиваю К этому времени ребята дружно приготовили Для вегетарианского Веллингтона Два вида начинки Орехово-фасолевую пасту И грибной люксель Осталось запечь морковь в духовке за 20 минут Теперь, пока морковка доходит И мы не можем больше делать ничего В направлении нашего Веллингтона Мы будем делать много чего В направлении остальных частей нашего ужина Для гарнира к праздничному ужину Разберите цветную капусту на соцветия Выложите на противень с фольгой Сбрызните оливковым маслом И запекайте в духовке 20-25 минут Аккуратно вынимаю Цветную капусту Ого Да, она запеклась абсолютно очаровательно Нам нужно будет сделать заправку для цветной капусты Для заправки возьмите кедровые орехи Изюм, оливковое масло, каперсы, соль Все мелко покрошите и перемешайте в миске Да, и вот черный изюм Для этого рецепта подходит лучше всего Андрей, пока что Крошите, крошите Пока что займемся тыквенными тольятели Для этого надо будет взять вот эту тыкву Открыть ее Почистить и начать нарезать тонкими полосками Как ее чистить? Ну ладно, сейчас Да, сначала ее можно просто вскрыть А я пока что займусь простой нарезкой лука и чеснока кубиками Потому что тольятели, несмотря на то, что это веганская будет у нас паста Все равно начинаться она будет как почти любая паста Мы сначала пожарим немножко лука и чеснока Начинаю плакать Но плакать нельзя Если я начну плакать, то это будет уже не веганский ужин В веганском ужине не может быть следов страдания животного Дорезал чеснок крупным кубиком Как тебя ждет? Тыква ждет Тыква ждет? Отлично Я тогда иду ей на помощь и тебе заодно Так Отлично, смотри Срезаем ей голову Животные у нас сегодня не страдают, но овощи получат попло Очистите тыкву от кожуры, нарежьте на тонкие ломтики На это надо потратить время и силы И мы, собственно, уже выложим цветную капусту Потому что у ребят практически готова заправка Я аккуратно выложу запеченную капусту А петрушка идет к капусте, да? Петрушка сверху все украшает, обрамляет И делает композицию законченной Ну что, заправка готова? Да Пожалуйста Вай, спасибо И прямо обильно Не то чтобы поливаю, а можно сказать, заваливаю просто Цветную капусту Смесью изюма, кедровых орешков Оливкового масла и немного каперса Каперсы дают очень приятную кислинку И то, что называется умамность И теперь давай петрушку Мы не будем использовать всю Часть пойдет у нас в пасту Но большую часть, чтобы получилось такое свежее, яркое, аппетитное блюдо Первая часть нашего замечательного беганского ужина готова Готова Андрей там дорезает уже остаточки буквально Супер вкусный тык Она на самом деле очень вкусная, даже сырая Но мы сейчас сделаем ее еще вкуснее На сковороде с оливковым маслом Поджарьте лук-шалот, чеснок Добавьте соль и нарубленную петрушку Жареная петрушка Это на самом деле Один из больших секретов Самых вкусных итальянских паст Нарезаю тонкой полоской Немного вяленых томатов Отправляю туда же Все это еще раз перемешиваю И Андрей Не теряем хватки Давай мне тыкву Давай Командная работа Тыкву тушите до состояния аль денте 10-15 минут Пусть она останется немного плотной Есть еще вообще супер веганский секрет Как получать максимально необычные текстуры из овощей Для этого надо эти овощи сначала заморозить А потом разморозить И из-за того, что при заморозке и разморозке Образуются кристаллы льда Которые разрывают клеточные стенки Овощи получаются как бы полуготовыми И немножко такими мясистыми Таким образом можно готовить, например, ту же тыкву Можно готовить морковку И практически любые другие овощи Которые обычно достаточно твердые А ребята пока будут готовить тесто для веганских печенюшек с шоколадом Для этого, естественно, пришлось купить веганский шоколад Это, пожалуй, самое сложное из всего, что можно найти для этих печенюшек Как и всегда при выпечке Веганская выпечка тут не исключение Понадобятся очень точные измерения Поэтому нужны будут весы И нужно будет знать точную раскладку Для печенья понадобится 140 граммов тростникового сахара И столько же муки Полстакан растительного масла Две столовые ложки меда Одна столовая ложка воды Две чайные ложки ванильного сахара Один стакан овсяных хлопьев круглого помола И столько же вегетарианского шоколада Одночетверть стакана кокосовой стружки На кончике ножа Соли и соды Из полученного теста слепите руками печенье среднего размера И дайте печеньям полежать 15 минут Перед тем, как их выпекать Здесь осталось дело за малым Я возьму немножко тут вот кокосового молока Которое само по себе на самом деле не сладкое Соответственно, его вообще-то можно без проблем использовать В самых разных не сладких блюдах Например, вот в этой веганской пасте Где она будет замещать обычное молоко или даже сливки Главный бонус этой пасты В том, что ее невозможно не доготовить Да и переготовить ее довольно сложно Дело в том, что эта тыква Тыква-быкнулка Она вкусная сама по себе, сырая Все, что мы делаем Это скорее просто объединяемся ингредиенты вместе Для красоты посыпаем еще немного свежей петрушкой И у нас получается очередное Такое напоминающее то ли об осени, то ли о лете аппетитное блюдо Занимаюсь самым главным центральным элементом нашего супервеганского праздничного ужина А именно собираю из всех разных ингредиентов наш веганский Веллингтон Для этого я использую замечательное изобретение Если я правильно помню греков Тесто фило Оно продается замороженным Супер-супер-супер тонким Его не надо раскатывать Оно само по себе невероятно тонкое Но Очень важно Что оно очень быстро сохнет И для того, чтобы этого с ним, не дай бог, не случилось Я буду его между использованиями Точнее, ту часть, которую я просто сейчас не использую Накрывать полотенцем Андрей, дай мне, пожалуйста, замечательную смесь грибов, шампиньонов И всякой разной зелени Это будет наше сердце Тесто фило Выкладываю поближе к одному из краев Половину содержимого миски И затем Аккуратно скатываю Примерно такая у меня будет штука в середине Тесто лучше смазывать именно маслом, а не водой Масло даст тесту возможность раскрыться А не слипнуться при выпекании Получилась вот такая у меня аккуратная веганская сосисочка Которую я откладываю в сторону Постоянно делая все очень нежно Потому что тесто такое тонкое Что оно в любой момент может порваться Беру второй Лист теста фило Сейчас я собираю окружение Центральной оболочки Веллингтон У меня практически подводная лодка С разными частями Которые между собой Должны быть отделены плотными перегородками Смазываю еще раз Беру третий слой теста фило Кладу поверх Беру примерно половину вот этой замечательной смеси Из кэшью Семечек Грибов шиитаки Сельдерея Чего у меня там только не было Выложите смесь равномерно Сверху уложите морковь Накройте слоем смеси А сверху выложите заранее подготовленный рулет с грибным дюкселем Заверните все в тесто Не забывая промазывать оливковым маслом И очень аккуратно Откладываю Не поверите В сторону Беру Мне кажется, вы знаете, что я сейчас буду делать И правильно Я беру еще один лист фило И опять смазываю его оливковым маслом Хорошенько смазываю На этот раз я буду искусственным образом увеличивать длину листов фило За счет того, что склеивать я их буду не один поверх другого, а немного внахлест На удлиненное тесто выложите еще один слой грибного дюкселя Аккуратненько положу эту огромную штуку И заверну весь этот склеенный слоями фило На этот раз вот в таком направлении Так, чтобы грибы у меня оказались как бы сверху Наконец, моя аппетитная подушечка веленкина готова К тому, чтобы отправляться в духовку На противень с пергаментом очень аккуратно уложите заготовку Сверху покройте еще одним слоем оливкового масла Здесь оливковое масло замещает с собой личный белок Которым обычно покрывают выпечку, прежде чем отправлять в духовку И теперь отправляю это все дело в замечательную Невероятно для этого подходящую и удобную Духовку с функцией пара электролюкс Дело в том, что после того, как я выберу режим горячий пар Залью буквально полстакана воды в специальный резервуар И запущу духовку на 180 градусов Примерно 20 минут Веллингтон будет готовиться В присутствии большого количества пара И благодаря этому оболочка не начнет затвердевать Прежде чем внутри все приготовилось В этом мне помогает режим пара в духовке электролюкс Прошло 20 минут 20 минут Веллингтон Веганский Веллингтон стоял в духовке на пару Кинул туда же печеньки Прошло еще 15 минут И пришло время вынимать все эти чудеса веганской кулинарии Обязательно прихваткой Все очень горячее Золотистый Ароматно запекшийся Веллингтон Какая красота И не менее невероятно прекрасно пахнущие печенюшки Которым теперь осталось просто немного остыть После этого их можно будет подавать Для вегетарианского праздничного ужина Илья и его команда приготовили румяный аппетитный вегетарианский Веллингтон На гарнир запеченную цветную капусту с изюмом и кедровыми орешками А также тыквенные тальетели И на десерт хрустящее печенье с кокосом и шоколадом Илья, у нас есть для тебя подарок Это я, правда Веган Это я Надо укладку Да Это я Ну что, друзья За стол ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин